Мы за детские площадки, а не за гаражи! С таким утверждением согласятся многие горожане, для которых гаражи под окнами – больной вопрос. С момента, как незаконные строения появились в непосредственной близости от первой гимназии, спокойная жизнь для педагогов, детей и родителей закончилась. Проблема касается каждого родителя, чьи детки учатся в нашей гимназии. То есть вечером, особенно осенью, сейчас вот еще светло осенью, когда идут со школы, окружающие дома, все, очень много деток, все идут через эти гаражи. Честно говоря, постоянно приходится встречать. То есть и папа, и мама вечером во вторую смену, детки заканчиваются. В шестом-седьмом часу это темно. Это страшно. Гаражная проблема возникла не сегодня и даже не вчера. Учителя и родители гимназистов впервые забили тревогу несколько лет назад. Вместо того, чтобы здесь, как все надеялись, появиться детской площадке, как и ревы после дождя, начали врастать гаражи. Гаражи, это вообще, надо в первую очередь убирать, они портят вид школы. Эстетическая составляющая еще полбеды. Находиться в таком соседстве становится просто опасно. У живущих поблизости детей появилось новое развлечение – бегать по крышам гаражей и прыгать с них вниз. Нередко итог подобных игр – сломанные руки и ноги. А с недавнего времени появились и другие напасти. В них часто обитают лица без определенного места жительства. Много машин проезжает мимо. Но опасность для первоклассников представляют. Часть гаражей уже давно брошена владельцами и пустует. Неудивительно, что бомжи приспособили их под жилище. Родителям остается либо бросать работу, чтобы сопровождать ребенка в гимназию и из нее, либо молиться. Мама и папа учеников выбрали третий путь и очень надеются быть услышанными. Напомним, городские власти совместно с Управлением архитектуры и градостроительства неоднократно обращались к владельцам незаконно установленных гаражей с просьбой перевести их на специально отведенные места. Предупреждали, расклеивали объявления о том, в какие сроки необходимо вывести гаражи. А позже, вооружившись решением суда, приступили к сносу. Например, в районе Центрального рынка в 2012-м. Еще восемь со стороны магазина «Ручеек» убрали совсем недавно. Здесь полным ходом идет благоустройство территории. И, наконец-то, появится долгожданная детская площадка. Но, с другой стороны, гимназии и гаражи пока так и стоят. Мы не можем обустроить территорию. То есть, вот сейчас слева восстановить ограду, потому что гаражи прямо примыкают к ограде. Убрать их собственникам все же придется. Если они не сделают этого добровольно, значит, их обяжут выполнить требования закона в принудительном порядке. Заметим, если снос гаражей будет осуществлен через суд, владельцам придется заплатить административный штраф и судебные издержки. А это гораздо накладнее, чем просто переехать.